Приветствую вас уважаемые друзья и коллеги по хобби. Сегодня у меня будет первая серия. Первая серия по домашнему копчению. И я буду делиться с вами своими рецептами. Как я и что копчу. Те кто вчера видели обзор по моей коптильне, те поймут почему копчение будет домашнее. Коптить я буду в квартире, у себя на кухне. И для этого я специально брал коптильню с гидрозатвором и с дымоходом, чтобы при помощи патрубка можно было выводить дым или в окно, или в вентиляцию. А коптить я сегодня буду куриные бедрышки и куриное филе. Пять куриных бедрышек я обескостил. То есть вырезал кости. Пять бедрышек оставил, как они и есть. И взял куриные филе. Это все я для того делаю, чтобы примерно для себя выработать время приготовления курицы. То есть если вы никогда не коптили и не знаете как это делать, то я вам рекомендую сначала все попробовать. Покоптить без кости, покоптить на кости. Потому что если вы сразу захотите закоптить целую курицу, то это может у вас не получиться. Или вы не выберете правильное время готовки, или наоборот перекоптите. Для начала я замариную мясо, чтобы оно немного постояло в маринованном виде, чтобы приправы раскрылись. Но для каждого блюда, точнее для каждого, на кости будет одна приправа. Где я в бедре кость вырезал, будет другая приправа. И для филе я буду использовать третью приправу. Приправы я беру на рынке. И у нас продаются свежие приправы. И я себе подбираю наборы для определенного вида мяса сам. И продавцу уже говорю, что мне насыпать. Вот, например, это получается вот такая вот смесь. И сейчас покажу, в каких наборах это можно у нас приобрести. Вот такие наборы у нас продаются на рынке. Вот это набор для курицы. Ну, можно продавцу говорить самому, какой вид приправ вас интересует. И вам это всё как бы сделают. И предварительно залил опилки. Опилки у меня ольховые. И опилки я залил квасом. Можно заливать пивом, ну, кому как нравится. То есть рецепты разные. Я сделал опилки, залив их квасом. Рецепт моего домашнего кваса вы тоже можете увидеть у меня на канале. Приправы я насыпаю. Потом аккуратно всё буду втирать. И дам какое-то время хорошо настояться. Опилки я где-то на час залил. Ну, и мясо как раз постоит примерно час. Соль я делаю всегда по вкусу. Кто любит солёный, тот добавляет больше соли. И я стараюсь соли много не добавлять. Перемешал мясо по кухне. Держится такой хороший устойчивый аромат пряностей, приправ. Теперь, пусть это всё час постоит. Немножко обветрится, чтобы вышла лишняя влага с мяса. И после этого я оберну всё в марлю. Для чего надо оборачивать в марлю? Так как копчение у нас горячее. И дым, копоть не садилась на само мясо. Я специально для этого оборачиваю в марлю продукты, чтобы все вредные вещества оставались на марле. Потом просто марлю снимаю и выкидываю. Я, друзья, сегодня один. Поэтому повар и оператор всё в одном. Немножко неудобно снимать и делать, но как-нибудь постараемся сделать всё в лучшем виде. Продолжу дальше. Чтобы коптильня новая прослужила как можно дольше, всегда надо правильно за ней ухаживать. Прежде всего, хорошо на плите использовать специальную подставочку, которая будет мешать открытому пламени соприкасаться с металлической поверхностью коптильни. И делать желательно это на маленьком, на среднем огне. И рекомендую положить фольгу, а на фольгу ложить опилки. Чтобы они не прогорали, не прилипали к днищу, чтобы потом это не оттирать. Просто возьмёте, скрутите эту фольгу и выкинете в ведро. Вот, в принципе, что я хотел рассказать по пользованию коптильни. Сейчас мясо уже подходит, подмариновалось, и я буду её оборачивать в марлю. И также рекомендую, друзья, вот многие пишут, что коптили первый раз, получается очень горько. Когда много ложите опилок, оно так и будет. И лучше с опилками не перебарщивать и ложить всё в меру. Всё, сделал, друзья, закладку. В поддон тоже постелил фольгу. Завернул мясо в марлю, разложил. Вот, как видите, поместилось 10 бёдрышек, 5 на кости, 5 без кости и 3 куриных филе. Теперь сейчас закроем крышку, установим трубку, выведем в окно и на малом огне начнём коптить. Вот так установил патрубок. Хорошо, что большой диаметр, 12 мм, лишняя гарь будет выходить через дымоотвод. И главное, друзья, не забыть в гермозатвор залить воду. Если забудете, то у вас вся кухня будет в дыму. Вот, друзья, идёт небольшой дымок с трубки. На кухне особо не пахнет, но если только сквозняком затягивает запах копчёностей в кухне. Ну, а так всё хорошо. Прошло 40 минут. Вода в гидрозатворе немного пожелтела. Такой присутствует запах жидкого дыма. Если кто-то когда-то его покупал, представляет, как он пахнет. Но на кухне сильно гарью не пахнет. Выключил газ. Теперь жду, когда коптильня остынет. Лишний дым с неё выйдет через дымоход. и буду открывать, смотреть, что получилось. Вот, друзья, прошло полтора часа. Достал всё. Проверил на готовность. Один кусочек уже попробовал. Получилось супер. всё отлично закоптилось. Такие вот аппетитные ароматные кусочки. Вот так это всё выглядит. Пока коптил, погода на улице поменялась, пришлось пользоваться искусственным освещением. Немного не заснял весь процесс, что хотел показать, но это уже будет в следующих видео, в следующих сериях по копчению. Так что, кому нравится и не подписались на канал, подписывайтесь, следите за выходом новых серий по копчению. Всех благ вам и вашим близким, друзья. Вот такой беспорядок сейчас в коптильне после копчения вода вот так вот стала коричневой. На кухне сейчас пахнет, кто знает, как пахнет жидкий дым. Сейчас такой запах на кухне. Будем отмывать и очищать коптильню, подготавливать её к следующему разу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...